Торжественная презентация выставки «Северправославный» состоялась в Наринмаре. Это четвертая по счету экспозиция. И на ее торжественную презентацию приехали кураторы проекта Светлана Грачева и Ольга Орлова. На выставке присутствовали губернатор округа Юрий Бездудный и епископ Наринмарский Мизинский Яков. Подробности далее. «Северправославный» – художественный проект, который появился в Наринмаре в 2014 году. По благословлению епископа Наринмарского и Мизинского Якова. И продолжает жить. Эта выставка стала четвертой по счету. Он нашел отклик не только в сердцах творцов, которые с удовольствием решили принять в нем участие. Но мы видели, что душевно отзываются на него посетители, которые приходят, возвращаются, смотрят, рассуждают, спрашивают. За время существования проекта в выставочном зале Наринмара экспонировались картины и скульптуры художников из Москвы, Республики Коми, Архангельска и других городов. Всегда акция находила отклик среди творческих людей. Вот эта высокая нота духовности, она всегда присутствует. И она нарастает, она звучит и звучит. И звучит она на просторах севера, в таких чистых пространствах, где хитрить практически невозможно, потому что заметет, как сегодня. Четвертая выставка «Северправославный» приехала в Наринмары, Санкт-Петербург. Среди экспонатов порядка 70 работ профессиональных художников. В окружную столицу они были доставлены по зимнику. Это и скульптура, и бронзовая скульптура, и скульптура из дерева, и живопись крупного размера, почти под два метра, самые большие работы. Вот такого еще не привозили в Наринмар. И, конечно, это стало возможным только поддержки. Художники откликнулись с большой радостью и действительно с открытой душой. В экспозиции представлены работы разных лет. Художники выбирали из своих архивов те картины и скульптуры, которые соответствовали тематике проекта. Одним из первых выставку оценили глава региона Юрий Бездудный и епископ Наринмарский Мизенский Яков. А если говорить о тех произведениях, которые сегодня здесь представлены на этой выставке, то по сути своей они и свидетели, и носители, и хранители этой великой памяти. Даже вот в этом окружении полотен, в которые люди вложили в свое сердце духовный опыт, страдания, сопереживания за судьбу нашего многострадального, но никогда вере непобедимого Отечества, делает нас сопричастными этой самой главной струне жизни. По задумке организаторов и вдохновителей проекта ему необходимо придать некий просветительский характер. Возможно, под эгидой православного Севера давать учащимся художественного отделения, школы искусства, мастер-классы от именитых художников. Не случайно сегодня в выставочном зале много детей. Будущая художница Вероника Сытник нашла здесь свое вдохновение. Ты посмотрела, может быть, вдохновилась что-нибудь тоже? Возможно. Что бы ты хотела написать? Какой-нибудь очень красивый пейзаж, какой-нибудь деревни, например, где будет очень много красивых соборов. Еще одно из предложений кураторов – не просто сделать проект постоянным, а, возможно, передвижным, чтобы православный Север стал доступен и жителям других регионов. Я гость вашего города. Я приехала с Северного Кавказа, Генеральных Вод. Увидела афишу этой выставки и, естественно, воспользовалась моментом, чтобы ее посетить. Очень интересно. Православный Север. У нас на юге проводится выставка «Благословенный Кавказ». Вот хотелось как-то почувствовать разницу или, наоборот, почувствовать что-то общее. Я поняла, что нас очень многое связывает. Выставка «Север православный» будет работать до конца марта. В понедельник на нашем канале выйдет программа «Актуальное интервью» с участием кураторов проекта. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».